Приветствую вас. У нас тут какой-то курьер получился. Не успел наш глубоко уважаемый премьер-министр Арсений Петрович похвастаться, что все законы, необходимые для получения безвизового режима, приняты, как тут депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, фактически это, скажем, спичрайтер нашего президента, заявляет, что оказывается нет. И законы не приняты, и безвизового режима не будет. Ужас! Что случилось? Ну, если верить политологам, которые близки к администрации президента, здесь Сергей прав на половинку. Действительно, безвизового режима не будет. Но, не потому что говорит Сергей, это, скажем так, просто причина, ну, сбить с толку, скажем так, отвести внимание. Оказывается, действительно, когда, ну, как бы, приняты все законы, действительно, когда премьер говорил, что вы вроде бы все сделали, была встреча представителей Евросоюза и наших людей, которые занимаются безвизовым режимом. Ну, наши пофасты сочетались. Евросоюз сказал однозначно, безвизового режима не будет. Ну, имеется в виду, не будет там в марте, в ближайшее время. Почему? Ну, начнем с того, что вот это, что рассказывает Сергей, борьба с коррупцией, это все фикция. Вообще, Евросоюза, ну, представьте, безвизовый режим, это для того, чтобы больше туристов ездили в Европу. Какое отношение с борьбой с коррупцией? Обращаю ваше внимание, и Сергея, прежде всего. Ну, есть такая страна, называется Минесуэлла. Она, вообще-то, входит в пятерку наиболее коррумпированных стран мира. Пятерку. Мы туда не попадаем, это самокоррумпированная. Она имеет безвизовый режим. Еще маленькая ситуация. Ну, если помните, Молдове, Молдове дали безвизовый режим, но она сильно от нас не отличается. Вот по рейтингу коррумпированных стран, там, разница, по-моему, в нескольких позиций. Причем, в чем курьез. К примеру, Турция, если сравнить с Молдовой, она по рейтингу коррумпированных стран считается такой, ну, середнячок. То есть, да, есть коррупция, она не... Ей нельзя сказать, что она не корруппирована, но она середнячок. То есть, если мы там где-то около сотых, там, то она там сороково-шесть, по-моему, сорок чем-то. Но Турция не дает, а Молдове, которая почти, там, даже больше 80 дали. Глупость? Так, конечно. Так что эти все разговоры про коррупцию, это так, в Фильдере. Все это вы думаете. Почему же, действительно, ну, что Евросоюз как бы сдерживает? И что рассказали? Неофициально, конечно, люди, которые там тасувались. Но прежде всего, в принципе, я с Евросоюзом даже согласен. Евросоюз боится, что, если будет безвизовый режим, может быть большой приток, ну, скажем так, беженцев из территории, где идет война. Имеется в виду, ну, вот эти вот, восток Украины, Донецка, Луганская область. Да, официально там не война, там АТО. Ну, вы сами понимаете, что может произойти. Человек официально прописан в Донецке. Он там жить не может. Вы сами понимаете. Он живет, например, там сейчас, ну, скажем так, в Венеции. И вот он уезжает в ту же Германию или в Швецию, не знаю, куда там. И против политического бежища. По большому счету, он может получить. Потому что он, фактически, уезжает с территории, где ведутся боевые действия, обращая внимание, с участием российских военных. Обращая внимание. Это вторая Сирия. И риск есть. И, в принципе, Евросоюз, конечно, ну, мало того, что сирийские беженцы, Донецкие и Луганские беженцы, я думаю, они к ним не готовы. Ну, просто не готовы. Тем более получится, что человек, как бы даже почти легально приехал. Есть у него биометрический паспорт. Он приехал. Подал документы на политическое бежище. И даже к ним кусовых претензий определить нельзя. Так что, очень, очень просили. И дядька просил, и маты просила, и кумовьи просил. И хлопцы, припиняйте вийну на сходе. Ну, действительно, я так понимаю, что, если там, ну, хотя бы границ какая-то будет, какие-то блокпосты, какая-то, ну, прекращит, хотя бы стрельба прекратится, тогда уже действительно будет проще. Тогда, ну, может быть, отказать человеку, сказать, ну, там уже не стреляют. Значит, чего вы переживаете? Между прочим, если вы знаете, это одна из главных причин, почему Турции не дают безвизового режима. У них курды. И там, действительно, ну, мало то, что сейчас сирийские беженцы добавятся, а раньше были курды. И Турция уже, по-моему, больше 20 лет как заявку и подала, и отчеты все сделала, и в коррупции поборолась, ну, вы же помните. Ну, Европа понимает, что, да, раз, и курды тогда будут говорить, видите, боевые действия, нас, мы беженцы, это проблема. Вторая проблема, ну, это, она очень полезная проблема, про нее, конечно, и премьер умолчал, и Сергей умолчал, это логично. Ну, понимаете, в чем проблема? Вот, есть такой план, вторая фаза плана по либерализации визового режима в Украину. Можете почитать, он не секретная информация, он есть абсолютно. Там есть один закон, который надо принять, о сексуальных меньшинах. Его положили в сторону, но очень рекомендовали его принять. Понимаете, здесь какая проблема? Ну, вы сами знаете, что в Евросоюзе есть страны, где к этому вопросу относятся серьезно. И правительство относится серьезно. Евросоюз понимает, что если сейчас, ну, не принять этот закон, пускай формально, но ее надо принять. Будут трения, ну, к примеру, Голландия из принципа не будет артифицировать, из принципа. Швеция из принципа, Норвегия из принципа. И они понимают, что будет такая, ну, нехорошая речь, понимаете? То есть, они будут, тогда будет конфликт из-за того, что вот вы не приняты закон. Что там самое-самое, как бы, сложное? Согласно этого закона, ну, надо будет разрушить однополые браки. Не с первого января, там можно, что-нибудь называется, ну, сделать какой-то период, но разрушить однозначно. И усыновление детей однополым браком. Это принципиальное требование, ну, скажем так, ряда политических лидеров Евросоюза. Ну, ну, такая политика. И по этой причине этот закон надо хотя бы формально принять. Третье, ну, третье здесь, честно говоря, уже такое есть. Ну, во-первых, еще раз повторяю, безвизовый режим это для туристов. По этой причине представители Евросоюза говорят, что вот, давайте, чтобы поднимать экономику, проводить реформы, чтобы доходы росли. Ну, по логике вещей, ну, какие могут быть сейчас украинские туристы в Европе, если доходы упали? По этой причине они, конечно, призывают, чтобы Украина развивалась, привлекала инвестиции, заросла зарплата и так далее. Да, логично, да. Люди, как бы, имея высокий заработок, верят в Европу отдохнуть и тратить деньги. Это логика. А сейчас получается как? Все происходно понимают, доходы в Украине сейчас на уровне, там, 180 долларов, в евро это вообще 150 евро. И они дают безвизовый режим с расчету, что человек зарабатывает 150 евро, поедет покутить в Париж. Чушь. Они же происходно понимают, что это быть не может. По этой причине, какая смысл давать безвизовый режим в стране, где население так мало зарабатывает. Если кто не знает, в Турции все-таки зарплата побольше. Там средняя зарплата почти 700 долларов, если перевести. То есть, видите, ну, хоть что-то. И это действительно, ну, их надо понять. Я тоже с ним бы согласился, что нелегальные гастарбайтеры, это все хорошо. Но не обращаю ваше внимание. Поляки это более-менее нормально, хотя и там уже начинает буза. Но Франция, Германия, тем более, ну, не знаю, там, скандинавт, там будет конфликт с профсоюзом, большой. Профсоюзы очень болезненно реагируют на нелегальных гастарбайтеров. Очень болезненно. Потому что они знают, как только появляются нелегальные гастарбайтеры, стоимость рабочей силы или зарплата немецкого рабочего стройки попадает в очень нехорошую ситуацию. И они за это, ну, как бы, сражаются. И политические лидеры этих стран не хотят ссориться с профсоюзом. Они, предусходно, тоже понимают, что нелегальные гастарбайтеры будут, ну, наносить вред экономике стране, потому что у них все-таки стараются, чтобы какая-то была равновесие. А вот эти демпинги нелегальные гастарбайтеры будут просто сбывать, ну, сами понимаете, цены. Так что осталось решить три проблемы и сразу безвизорожим. А пока что, ну, да, молодец Сергей, нашел причину. Сейчас мы поговорят, поболтают. Потом в марте, когда нам отказывают, говорят, ну, видите, вы же не приняли. Молодец, молодец, мне нравится.